Ну и судьбу Сирии сегодня обсуждают в Вене. Там уже началась встреча международной группы поддержки Арабской Республики по урегулированию. В переговорах принимают участие министры иностранных дел почти двух десятков стран. Сопредседателями являются Россия и США. Нашу страну представляет Сергей Лавров. В Вене работает наш корреспондент Ирина Топоркова. Ирина, я тебя приветствую. У нас такая информация, да, везде пишут о том, что эксперты ждут прорыва от этого раунда переговоров. Вот по твоим ощущениям, будет ли прорыв? Здравствуй, Регина. Ну, какие-либо точные выводы сейчас сделать слишком рано. Но, во всяком случае, из тех комментариев, которые мы сегодня получили, с прессой пообщался министр иностранных дел Франк Вальтер Штайнмайер. Было понятно, что, во всяком случае, Германия сегодня настроена на какой-то положительный результат. Сказал он, что все стороны, сирийская оппозиция, должны садиться за стол переговоров. Конфликт с Сирией необходимо решать только политическим путем. Причем, оппозиция не должна выдвигать каких-то предварительных условий. Должна соблюдаться инклюзивность. Ну, а я напомню, что вот по поводу предварительных условий в последнее время выступает эрриятская группа. Касаются они дальнейшей судьбы Башара Асада. Ну, а Сергей Лавров, я напомню, он постоянно подчеркивает, что судьбу нынешнего президента Сирии вправе решать только ее народ. Ну, а Франк Вальтер Штайнмайер, я еще раз напомню, сказал, что все должны сидеть за одним столом переговоров и принимать, в первую очередь, политические решения. Сегодня мы обсудим создание условий для соглашения по перемирию. Важно, чтобы не только в Алеппо, но и на территории вокруг города установилась тишина. И нам надо вернуться к политическому процессу. Переговоры в Женеве приостановлены. И поэтому сегодня нам важно обговорить, как привлечь оппозицию к мирному процессу. В Сирии нужна политическая трансформация. И именно поэтому сегодня мы встречаемся в Вене под эгидой ООН. Встреча сегодняшняя проходит в доме приемов земли Нижняя Австрия. Вся территория вокруг оцеплена. За ограждения не пускают журналистов. Здесь дежурят полицейские. Больше здесь журналистов, больше 20 камер. Камеры со всего мира, пресса. Но и вот здесь есть узкий проход. Мы сейчас покажем. По всему периметру установили вот такие железные ограждения. За них не пускают ни прохожих, ни прессу. Даже если мы предъявляем пресс-карты, сюда нужен спецпропуск. Ну а сами спикеры заходили в здание через главный ход, через вот эти двери. Но и выходить они также будут через них. Мы здесь ждем, дежурим по итогам встречи. Пока что еще неизвестно, будет или нет пресс-конференция. Но если будет, конечно же сообщат, что решили. Но и мы сразу же вам об этом расскажем. Регина. Да, Ир, в любом случае у тебя самая последняя будет информация. Будем ждать итогов и будем ждать прорыва, наверное, по этому вопросу. Это была наша корреспондент Ирина Топоркова из Вены. Продолжение следует...